Добрый вечер! Я начинаю уже оставшую традиционную лекцию о задачах лингвистической олимпиады. Я не математик, я лингвист, но, как показывает практика, очень многие люди, которые в школе думают, что они математики, потом оказываются лингвистами и очень хорошими лингвистами. И фирма Яндекс, и фирма Абби очень таких людей любят. Для того, чтобы выучиться на лингвиста, надо пойти либо в МГУ на отделение лингвистики металлологическом факультете, либо в Высшую школу экономики, там есть школа лингвистики, либо в РПГУ, там есть институт лингвистики и, соответственно, несколько возможных специализаций. Лингвистика – это наука о человеческом языке вообще и об отдельных человеческих языках в частности. В школе мы лингвистик практически не видим, но есть русский язык, где нам говорят подлежащее сказуемое, зачем оно надо, кроме того, чтобы подчеркнуть одной чертой или двумя. Правила орфографии, которые надо не нарушать, но, с другой стороны, вроде и нарушишь, все равно поймут, разве некрасиво. Лингвистика занимается неизменно. Если в лингвистике возникает слово «подлежащее», то тогда лингвисты изучают, какими свойствами обладает в языке то существительная, или, вернее, та именная группа, которая занимает вот эту роль, какие у нее свойства, отличные от других именных групп. Если в лингвистике говорится о правилах орфографии, то скорее в том аспекте, как для данного языка в данный период времени наиболее естественно, наиболее, может быть, частотно, наиболее привычно, наиболее встраиваемую систему было бы писать. Лингвистов больше интересуют те правила, которые нам не надо учить, потому что мы их никогда не нарушаем. Вот, например, русские люди, которые с детства говорят по-русски, никогда не нарушают правила согласование прилагательного с существительным, или подлежащегося сказуемым. Вот, если я буду говорить о себе, я буду говорить «я пришла», «я прочитала лекцию», и никогда не запутаюсь и не скажу «я прочитали лекцию», или «я прочитал лекцию». И вы тоже никогда не запутаетесь, когда будете про это говорить. Или про что-нибудь другое, про что бы вы ни говорили, вы все время, если сказуемое в прошедшем времени, то, соответственно, оно будет согласовываться по роду и числу. Если оно в настоящее времени, оно будет согласовываться по лицу и числу. И эти правила вы не нарушаете никогда, они для вас естественны. Для разных языков существенны и естественны очень разные правила. И для того, чтобы понять, хотите ли вы быть лингвистом, можете ли вы быть лингвистом, имеет смысл познакомиться с разными правилами, которые есть в разных языках. Посмотреть, какая у других людей, у других языков подчас удивительная, странная, непохожая на русский язык логика. А иногда оказывается, что похожая, но совершенно неожиданная страна. И вот эту задачу призвана решать лингвистическая олимпиада. Вот это сборник задач олимпиады прошлого года. Традиционная фсковская олимпиада по лингвистике, она настолько традиционная, что уже в прошлом году была 46-я, в этом году, соответственно, будет лингвина. Там, кстати, много не только про олимпиаду, но и вообще про лингвистику, про разные языки, про лингвистические школы, которые бывают летом, а иногда теперь и зимой, про разные другие лингвистические конкурсы. В частности, бывают лингвистические конкурсы на турнире Ломоносова и не только. Так что, если вам про языки понравится, то заходите на сайт Lingling Group. Вот на этих листочках, которые вы получили в начале этой лекции, у вас приведены лингвистические задачи с разных олимпиад. И я хочу познакомить вас с тем, какие бывают задачи, и немножко рассказать вам о том, как их решать, чтобы, если вы захотите участвовать в лингвистической олимпиаде, то у вас был бы какой-то такой небольшой стартовый навык.